Ку-ку, друзья! Я Арина и добро пожаловать на Мельфей! Думаю, что все уже знакомы с классическим тортом Сникерс, и поэтому сегодня я хочу познакомить вас с очень вкусной новинкой. Это торт ванильный Сникерс, который точно придется по вкусу всем и станет хорошей альтернативой классическому вкусу. Поэтому не будем тянуть и начнем. Для бисквита нам понадобятся крупные яйца, лучше взять комнатной температуры. Мука высшего сорта, в которую я дополнительно добавила разрыхлитель, белый сахар, в который я уже добавила ванилин, кукурузный крахмал и растопленное и остывшее сливочное масло. Из посуды нам понадобится миска с высокими стенками, а также еще одна миска поменьше для вспомогательного действия, в дальнейшем узнаете какого. Также понадобится венчик, чтобы замешать тесто, и силиконовая лопатка, чтобы переложить готовое тесто в форму. Работать буду ручным миксером. Начинаем с того, что к муке с разрыхлителем мы добавляем кукурузный крахмал и все тщательно перемешиваем. Компоненты должны хорошо соединиться между собой. Далее приступаем непосредственно к подготовке теста. Яйца разбиваем в миску, добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до легкой пены. Сегодня мы готовим бисквит дженуаз в упрощенной технике. Когда появилась пена, мы добавляем к ней все количество сахара и начинаем взбивать до пышности и побеления. Яично-сахарная масса должна увеличиться в 2-3 раза. Хорошо взбитые яйца это залог пышного и нежного бисквита. Правильно взбитая яичная масса должна стекать по лопатке и образовывать внизу небольшую горку, но при этом не быть слишком плотной. Далее мы добавляем муку, лучше конечно же ее просеять и венчиком начинаем аккуратно замешивать тесто круговыми движениями. Я специально не увеличиваю скорость видео, чтобы вы видели скорость моей реальной работы. Не торопитесь, все движения должны быть мягкие и плавные. Также, чтобы себе помочь, можете дополнительно проворачивать миску. Когда мука вмешалась на 90%, мы забираем от общей массы примерно 3 столовые ложки. Добавляем к ней сливочное масло и размешиваем венчиком до однородности. Не нужно стараться сохранить воздушность, просто смешиваем до однородности. Далее готовую массу мы аккуратно с краю подливаем к основному тесту и снова венчиком, несколькими движениями приводим все к однородности. Тесто при этом должно сохранить свою воздушность, но может немножко опасть, но все равно должно оставаться воздушным. Сливочное масло придаст тесту очень вкусный сливочный аромат и сделает бисквит более влажным и нежным. Как только мы получили однородную массу, тесто необходимо сразу выпекать, поэтому перекладываем его в заранее подготовленную форму и отправляем в заранее разогретую духовку на 35 минут при температуре 170 градусов. Также ориентируйтесь по своей духовке, потому что у всех она работает по-разному. Обязательно простучите форму, чтобы вышли лишние пузырьки. Пока тесто выпекается, мы подготовим ганаш на белом шоколаде. Здесь очень просто, к мелко нарезанному шоколаду мы добавляем горячие сливки. Даем немного постоять и размешиваем до однородности. Далее накрываем пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник минимум на 8 часов, чтобы масса хорошо охладилась. После того, как ганаш охладится, мы продолжим готовить данную начинку. Далее мы приготовим карамель. У меня уже есть подробный рецепт на канале, ссылку я оставлю в описании, но с единственной помаркой. В данном случае я хочу получить карамель более нежную, поэтому я буду уваривать ее до 165 градусов. Все остальные нюансы вы найдете в подробном рецепте, ссылку оставлю в описании. К этому времени наш бисквит уже испекся. Достаем его из духовки и оставляем остынуть при комнатной температуре. После мы вырезаем бисквит из формы, оборачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на ночь охлаждаться. И возвращаемся к охлажденному ганашу. Сейчас нам необходимо взбить его до нежной кремовой массы, либо до плотного состояния. Здесь уж по вашему вкусу. Я взбивала ганаш до мягкого состояния. Далее к взбитому ганашу необходимо добавить раздробленный арахис и просто перемешать все вместе. И на данном этапе наша начинка готова. Мы перекладываем ее в кондитерский мешок и отправляем в холодильник до использования. Для приготовления основного крема нам необходимо соединить все ингредиенты вместе и привести их к однородности с помощью миксера. Крем не нужно взбивать, просто привести все к однородности. Поскольку состав и структура продуктов могут отличаться, здесь можете варьировать количество сливок. В конечном итоге структура крема должна быть плотной, но при этом нежной. Теперь у нас готовы все компоненты и мы можем приступать к сборке торта. Уже охлажденный бисквит я разрезала на 4 коржа и заранее подготовила молочную пропитку и все компоненты. Приступаем к сборке. Для этого на подложку либо форму выкладываем немного крема и сверху устанавливаем первый корж. Пропитываем пропиткой, но при этом не увлекайтесь, чтобы торт не развалился и имел структуру. И сверху отсаживаем первый слой крема, который далее мы выравниваем с помощью лопатки. Старайтесь распределять крем равномерно по всему диаметру коржа. Если сомневаетесь, то тогда отсадите крем сразу по всему диаметру. Далее мы делаем бортик из крема и выкладываем кольцо. Подравниваем края, убираем все неровности, чтобы начинка не вытекала. И далее мы выкладываем тонкий слой карамели. Не делайте его слишком толстым, он должен быть именно тоненький, потому что основная начинка у нас приходится на ганаш с арахисом. И на этом наш первый ярус собран. Далее мы собираем весь торт по такой же схеме. Не забывайте следить за тем, чтобы торт был ровный, чтобы в дальнейшем нам было удобнее его выровнять. Последний корж мы также пропитываем и промазываем небольшим количеством крема. Теперь торту необходимо стабилизироваться. Для этого оборачиваем его в ацетатную пленку. Если ее нет, можно использовать пищевую бумагу. Надеваем кольцо и отправляем в холодильник минимум на 8 часов. По истечению данного времени мы достаем торт обратно, снимаем пищевую пленку, кольцо, ацетатную ленту, либо пищевую бумагу и приступаем к выравниванию торта. Здесь вы можете сделать так, как пожелает ваша фантазия. К сожалению, у меня нет поворотного столика, но я постаралась выровнять его как можно ровнее. Извините за тавтологию. В качестве украшения я буду использовать остатки крема и арахиса. Снова же повторюсь, здесь вы можете делать все, что хотите. Начинка внутри, а сверху ваша фантазия. Если вы будете использовать данный вид украшения, то также сверху можете сделать подтеки из карамели. А теперь давайте посмотрим, каким тортик получился внутри. Разрез получился очень аппетитным. Вкус, конечно же, соответствует внутренностям. Торт получается очень нежным, с приятным сливочным ароматом и характерным вкусом арахиса, как в торте Сникерс. Но при этом в данном варианте он не шоколадный, а ванильный. Друзья, я желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Подписывайтесь на канал и другие социальные сети. Я с вами не прощаюсь и до новых встреч.